Вы на канале Alex Villas. Сегодня выпуск про благотворительность. А пока, баргайз! Мы купили 430 килограмм риса, которые пойдут для 43 семей, которым действительно очень сильно нужна еда. Помогаем балийцам пережить пандемию, чтобы все наладилось. Да, мы приехали в деревню Паданг. И сейчас мы разносим рис бабушкам и дедушкам. Тем, которым уже за 80 лет, которые уже не могут просто работать и у которых нет еды. Поэтому мы им помогаем с едой и также узнаем, что им нужно еще. Может быть матрасы, может быть сковородку какую-нибудь. А для того, чтобы к ним спуститься вниз, посмотрите, как это непросто. То есть на байке мы бы тут точно не проехали, но с другой стороны здесь такая красота вокруг джунглей. У нее, кстати, тут есть небольшая кухонка и здесь, наверное, место, где она спит. Небольшой диванчик. Котенок тоже маленький. Они такие вообще бодрячко, молодцы на позитиве. Она до сих пор работает. И, значит, делает вот такие вот корзинки семь дней. И стоят они 40 тысяч рупий. Это 3 доллара. Спросите у нее, что ей нужно. Мы можем купить рис. Может рис? Может нужна сковородка? У нее есть сковородка, чтобы готовить? А чтобы приготовить рис? Здесь язык, местный диалект балийский, он отличается от индонезийского очень сильно. На Бали 5 разных диалектов, которые отличаются между собой. Подсолнечное масло, бабушка говорит, ей нужно. Матрас, да? Пилу, подушка, да? Нудлс, да? Ммм, нудлс, ммм, я? Ай лайк нудлс, олса. Нормально живут, на самом деле, вообще по кайфу. Слушай, такая природа, птички поют, блин. И протекает дом, не продувает. Бабушка забыла, сколько ей лет уже, за 80. Далеко, говорит. В два раза больше, чем 80 уже. Семья иногда помогает ей, но они тоже за чертой бедности, и кто-то болен, тоже нужна помощь. Поэтому надо помогать бабушкам и дедушкам, у которых не может позаботиться семья. Мы позаботимся, да? Пару мыслей, друзья. Ну, первое, это то, что надо оценить то, где мы живем, и то, что мы имеем. Иногда мы об этом забываем. Когда приезжаешь к бабушкам, к дедушкам, понимаешь, что бывает по-другому, и надо радоваться тому, что есть у нас. Но вторая мысль, эта бабушка, я уверен, она тоже счастливая, она тоже улыбается на позитиве. Вокруг нее прекрасная природа. Такие же улыбчивые люди. Единственное, что надо иногда помогать им, чтобы у них было что покушать, чтобы они себя чувствовали хорошо, может быть, лекарством тоже каким-нибудь. Это Анги. Она занимается благотворительностью, помогает бабушкам, дедушкам, помогает детям. Анги, ты... Расскажи, пожалуйста, о себе, о своей миссии, чем ты занимаешься, какие твои цели? Меня зовут Анги, я основатель Rise for Bali. В прошлом году я поставила себе цель перед моим днем рождения собрать тонну риса. Я поделилась этим в соцсетях, и уже за 4 дня до дня рождения я собрала 1,7 тонн риса. С этих пор все больше людей делают пожертвования, и к настоящему моменту я собрала уже 70 тонн риса. Я построила 11 домов, и раздала 11 байков детям из необеспеченных семей, чтобы они могли быстро добираться от дома до школы. Потому что для меня доступ к образованию – это очень важно. Мы хотим помочь. Если вам нужно что-нибудь еще, дайте знать. У всех узнаю, как зовут и чего хочется. Дедушка просит renovate house, то есть сделать небольшой ремонт в доме. Хороший запрос. Надо понять, что именно. А, leaking roof, то есть протекает крыша, нужно ее починить. Давайте сделаем обзор не шикарной виллы, а вот место, где живет дедушка. Как вы видите, это не самое шикарное место. Матрас – все самое необходимое. Даже крыша протекает. Поэтому цените то, что у вас есть, радуйтесь жизни и получайте удовольствие. Каждый день. Друзья, это Ария. Ему 19 лет. Он помогал развозить рис. Приехали к еще одной семье. И мы пока ездили, я его спрашивал, чем ты хочешь заниматься? Он говорит, бизнесом. Я говорю, класс. Конкретно каким? Рестораном. И мы постарались с ним сделать его великолепное будущее. Мы продумали, сколько должно быть ресторанов. Поговорили про дисциплину. О том, что деньги в мире есть. Главное – быть ответственным, честным, иметь видение и верить в себя. И мне кажется, он немножко зарядился этим. Я верю в то, что у него может получиться открыть классный бизнес, который будет делать его счастливым и приносить хорошие деньги. Я сказал, что я верю, что ты станешь успешным бизнесменом. Хорошо, спасибо. Я сказал нашим подписчикам, что через 5 лет ты будешь номер один. Договорились? Да, договорились. Большое спасибо, Алекс Вилас, за то, что вы делитесь добротой и любовью с людьми на Бали. Спасибо вам за вашу помощь этим замечательным людям. Это вы молодцы, вы проделали отличную работу. Это все благодаря вам, а не мне. Благодаря вам это в первую очередь. Спасибо вам. Добрый. Вот ему. Спасибо большое. Как ты выглядишь? Я Алекс. Подношение. Полиция очень серьезно относится к культуре. Пацаны. Окей. Бам. Эй, эй. Ай, 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 ай. Да. Одну еще. Да. Уху. Пацаны любят футбол. Посмотрите на них. Еще одна десяточка риса сейчас будет поставлена в очередной семье. Уже немножко не слышала. 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 Анастасия.